Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азаджу Маханев. Полная готовность. Города Нур-Султан и Алма-Аты официально закрыты на карантин в связи с коронавирусом. В окрестностях Южной столицы установлены 27 блокпостов. Они расположены на 10 магистралях, где ежедневно будут задействованы сотрудники полиции и Министерство обороны. Сегодня в полночь главы Южной столицы и Алматинской области проверили готовность блокпостов к работе, а именно их оснащенность и расстановку техники. Они побывали на основных выездах из города в Хапшигайском и Толгарском направлениях и на Кульжинском тракте. По словам ответственных лиц, личный состав полностью проинструктирован и готов к любой непредвиденной ситуации. На местах ежедневно будут дежурить полицейские, военные и медики. Однако выход из города все же возможно. Въезд в город разрешается жителям Алматы, ранее выехавшим из города при их возвращении до 0 часов 22 марта. Граждан Казахстана, возвращающихся из-за рубежа в страну. Возможность выезда из карантинной зоны имеют жители других регионов, в эти дни находившихся в мегаполисе. Добавим, по словам полицейских, за незаконное вторжение на территорию, закрытую на карантин, грозит штраф или лишение свободы. Стоит отметить, для транспорта с продуктами и медикаментами создан зеленый коридор. Кому закон не писан? Трех предпринимателей Талтыкургана накажут за несоблюдение режима чрезвычайного положения. Правонарушение выявили в ходе ночного рейда, инициированного Акиматом областного центра. В рамках мероприятия рабочая группа объехала более десятка объектов предпринимательства. Какое наказание грозит правонарушителям, узнавал Анвара Мангельзинов. Автовокзал областного центра – место расположения множества объектов предпринимательства. Именно отсюда решила начать рейд рабочая группа. Подойдя к первому объекту, проверяющие сразу обнаружили несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Такое же нарушение выявлено и в соседнем кафе. Здесь происходит торговля, реализация и изготовление в неусыновых местах. Именно у чебуреков, пирожков и так далее. Это нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил. Теперь здесь предусматривается статья Абминистративного кодекса, 425-я статья, части 1-й. Идивидуальный предприниматель будет оштрафовано на сумму 230 мэр. Придется выплатить штраф и владельцам кальянных, бильярдных и объектов общественного питания. Однако не за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, а за несоблюдение требований в режиме чрезвычайного положения. Согласно правилам, во время введения ЧП все торгово-развлекательные объекты должны быть закрыты, за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств. А вот места общественного питания должны ограничить время работы до 22.00 часов. К тому же количество посетителей должно составлять не более 50 человек одновременно. Нарушение режима ЧП или неуполнение требований в связи с объявлением чрезвычайного положения влекут штраф в размере 10-ти месячных расчетных показателей, либо административный арест на срок до 15 суток. Неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, совершенное в местности, где объявлено чрезвычайное положение, наказывается штрафом в размере до 2000-ти месячных расчетных показателей, либо исправительными работами на срок до 600 часов, либо привлечением к общественным работам в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. Итог рейда – три административных протокола и семь предупреждений. Члены рабочей группы заявляют, что будут ежедневно проверять объекты предпринимательства. Проверяющие призывают бизнесменов не нарушать закон и отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и ответственностью. Зарегистрировано еще семь случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан. Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждены 44 случая регистрации коронавируса. Из них 19 фактов в Алматы и 25 в столице республики. Все пациенты находятся в инфекционных стационарах. Состояние граждан медики оценивают как стабильное. Впервые с момента вспышки коронавируса, которая произошла в январе. В китайской провинции Хубей, в этом регионе, включая административный центр Ухань, за сутки не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. А по данным международной группы волонтеров World Matters, вирус распространился в 175 странах и территориях. Общее число заразившихся уже превысило 219 тысяч человек. От последствий заболеваний скончались почти 9 тысяч, выздоровели свыше 85 тысяч человек. 2020 не состоится. Ежегодный европейский конкурс песни стал очередной жертвой коронавируса. После прошлогодней победы представителей Нидерландов он должен был проходить в Роттердаме. Но в среду Европейский вещательный союз впервые за всю 64-летнюю историю конкурса мероприятие отменил. Ранее стало известно и об отмене знаменитого музыкального фестиваля в британском Гластонберри, одного из крупнейших в Европе. В этом году он должен был отметить свой полувековой юбилей и ждал в гости Пола Маккартни и Тейлор Свифт. В Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 475 человек. Это самый высокий показатель смертности за 24 часа с момента начала вспышки инфекции в стране. Всего скончались уже около 3000 человек. И эта цифра приближается к данным в Китае, где умерли свыше 3200 заразившихся. Власти страны бьют тревогу. За сутки в Италии зарегистрировано 4207 новых случаев заражения коронавирусом. И эта цифра также превосходит все предыдущие показатели. Число вылечившихся увеличилось почти на 40% и достигло 4025 человек. Всего с начала эпидемии в Италии заразились более 35700 жителей страны, включая излечившихся и скончавшихся. Французская армия вступила в бой с коронавирусом. Военнослужащие прошли специальную подготовку и обучение тому, как перевозить заболевших и оказывать им медицинскую помощь. Транспортный военный самолет А-330 превращен в мобильный госпиталь и оборудован всем необходимым, в том числе и реанимационными блоками. В среду первые шестеро пациентов были доставлены из переполненной больницы Мулюза в военный госпиталь Тулона. Со вторника во Франции введены чрезвычайные меры по противодействию распространению коронавируса, в том числе и тотальный домашний карантин. За выход на улицу без уважительных причин и соответствующих документов налагается штраф. 100 тысяч полицейских и жандармов по всей стране следят за соблюдением положений правительственного указа. С введением в стране чрезвычайного положения по предотвращению распространения коронавируса в Алматинской области отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа всех спортивных объектов, включая комплексы, школы и интернаты. В целях исполнения поручения президента страны Касымжо Марта Тукаева, а также приказа Министерства культуры и спорта об усилении мер по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. На период пандемии все соревнования и мероприятия перенесены на неопределенный срок. Всех работников спортивных учреждений отправили в отпуск и на дистанционную работу в связи с режимом ЧП в стране. Всего в области есть 42 спортивные школы, их работу полностью приостановили. Отменены тренировки всех спортивных секций. Согласно ранее утвержденному плану, соревнования перенесены на неопределенный срок. Это вся информация к этому часу. Встретимся в 21.30. Субтитры создавал DimaTorzok